МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжит новости 24 в студии Зухралиева. Здравствуйте. Вначале коротко глава. ВОЗ без документов. Дагестанские таможенники изъяли в одном из магазинов в Махачкале более 200 устройств Apple. Во избежание распространения коронавируса. Саудовская Аравия временно закрыла въезд для паломников. Онкология излечима. В республиканской больнице номер 3 совсем скоро откроется отделение для онкобольных. Дагестанские таможенники изъяли в одном из магазинов в Махачкале более 200 устройств Apple, везенных на территорию страны с нарушениями. В ходе осмотра складских помещений в шкафу с верхней одежды были обнаружены немаркированные знаком евразийского соответствия коробки с планшетами, смартфонами, часами и наушниками. Кроме того, изъяли еще более 300 аксессуаров. Всего в ходе проверки было изъято 30 планшетов iPad, 56 смартфонов iPhone, 41 часы Apple Watch, 92 пары, наушников AirPods. Кроме того, на витринах в торговом зале магазина среди оригинальных аксессуаров для iPhone были обнаружены чехлы для смартфонов без необходимой маркировки на упаковке. Документы, подтверждающие факт законного ввоза товара, у продавца отсутствовали. Рассматривается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении, а также уголовного дела. О Второмовском районе задержан подозреваемый во взломе платежных терминалов. Мужчина вскрывал аппараты, совковые лопаты и похищал оттуда деньги. Первым серию краж заметил 36-летний житель Тарумовского района, владелец терминалов. Он рассказал об этом полицейскими и принятыми мерами. По горячим следам удалось установить злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу 28-летний житель Кизельюрта. По фактам краж возбуждено уголовное дело. Свою вину мужчина признал, и сейчас следователи проверяют причастность подозреваемого к другим взломам аппаратов. Саудовская Аравия ввела ряд мер для предотвращения распространения коронавируса нового типа на своей территории. Об этом накануне сообщило Министерство иностранных дел Королевства. В частности, правительство распорядилось приостановить въезд в страну лиц с целью совершения малого хаджа, который мусульмане осуществляют в любое время за исключением месяца Большого хаджа. Также Саудовская Аравия приостанавливает въезд по туристическим визам для тех, кто приезжает из стран, в которых распространение нового коронавируса представляет опасность. Отметим, что Россия не вошла в список стран, опубликованных МИДом Саудовской Аравии. В списке этих стран, опубликованных официальным источником Министерства внутренних дел Саудовской Аравии и Министерства иностранных дел Саудовской Аравии, Российской Федерации на данный момент нет. То есть для россиян на данный момент эти ограничения не действуют. И мы думаем, что благополучно они будут пересекать эту границу. В целом эти меры направлены Саудовской стороной на подготовку к более такому активному периоду приближающемуся Умра и Хадж, на подготовку пунктов пересечения границ. Саудовская Аравия готовит санитарные пункты и так далее. То есть это временные ограничения для того, чтобы технически подготовить все эти необходимые пункты. После этого мы надеемся, что эти ограничения будут полностью сняты уже. На данный момент у нас нет абсолютно никаких изменений в порядке подготовки вылетов. У нас все рейсы, которые назначены, они будут проходить. То есть на данный момент никаких опасений о том, что будут срывы нет. Очередная сессия Народного собрания Дагестана прошла сегодня в Махачкале. В ее работе приняли участие руководители органов исполнительной власти и представители политических партий. Более подробно о работе парламентариев расскажет моя коллега Зумрут Гамидова. На этот раз обошлось без традиционных выступлений представителей фракции. Началась сессия сразу с доклада уполномоченного по правам человека. По словам Джамала Алиева, только за прошлый год к нему поступило более полутора тысяч обращений. Более половины обратившихся за правовой помощью – это, как и прежде, представители социально незащищенных слоев населения, пенсионеры, инвалиды, многодетные матери и лица из числа детей-сирот. Омбудсмен заверил, благодаря тесному сотрудничеству с органами власти и правоохранительными структурами многие вопросы удается решить достаточно оперативно. Наибольшее количество обращений поступило по вопросам реализации их социальных прав. Это порядка 57% от общего количества. Благодаря комплексу мер, принимаемых региональными властями, комплекс в республике наметились сдвиги по решению данных системных проблем. Затем парламентарии рассмотрели законопроекты, которые предстояло принять во втором чтении. Владельцам гаражей, машиномес, садовых домов и прочих сооружений будет начисляться налог на имущество. Речь идет о сооружениях, возведенных на участках, выделенных для ведения личного пособного и дачного хозяйства или индивидуального жилищного строительства. Налоговая база, исходя из кадастровой стоимости, имущество будет определяться в отношении не только жилых домов и помещений, находящихся в собственности организации, но и в отношении гаражей, машиномест, объектов незавершенного строительства, а также жилых строений, садовых домов, хозяйственных строений или сооружений, расположенных на земельных участках, предоставленных для ведения личного пособного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства. Развитию СМИ в Дагестане был посвящен парламентский час. Выступая по этому вопросу, министр информатизации, связи и массовых коммуникаций Сергей Снегирев отметил рост заработной платы журналистов. В 2019 году она составила чуть больше 21 тысячи. Программа развития средств массовой информации в республике предусматривает выделение более 2 миллиардов рублей, 942 миллиона из которых пойдут на зарплату сотрудников. Сравнительно с 2015 годом среднемесячная заработная плата возросла на 24,1%. Для сравнения, средняя заработная плата в отрасли в республике Северной Осетии составляет 15 тысяч рублей, в Чеченской республике 20 тысяч рублей. По состоянию на февраль 2020 года республика Дагестан является лидером Северокавказского федерального округа по количеству зарегистрированных СМИ. Всего у нас 354 издания. Министр обратил внимание депутатов и на ряд проблем, с которыми сталкивается журналистское сообщество. В частности, парламентариев интересовала перспектива развития национальных СМИ, которые, по их мнению, выполняют не только информационную функцию, но и способствуют сохранению языков народов Дагестана. Беспокоило народных избранников снижение тиражей печатных изданий на национальных языках. По мнению главы ведомства, связано это с региональной спецификой и особенностями отрасли, а также новыми стандартами медиапотребления. В последние годы национальные издания сталкиваются также с нехваткой кадров, но, несмотря на это, потенциал у республики в этой сфере есть. Идет снижение в целом по России, это общероссийский тренд. Уровень одновременно доставки, он не так катастрофично снижается, как в целом в других регионах, и это было проиллюстрировано. Поэтому мы считаем, что у нас достаточно хорошая ситуация, и это, в частности, отражает интерес читателей к производимой продукции. В повестку дня сессии были включены и другие вопросы. Ряд законов вместе с внесенными в них изменениями депутаты приняли в первом чтении. Всего в рамках сессии было рассмотрено более 20 вопросов. Аграрии республики в этом году планируют заложить 500 гектаров молодых виноградников. Новые площади для выращивания лозы появятся в Дербенском, Карабудахкенском, Каякенском, Сулейманстальском и других южных районах Дагестана. Увеличение объемов связано с ожидаемым ростом спроса на солнечную ягоду. Общая площадь виноградника в Дагестане на сегодня уже превысила 25 тысяч гектаров. Высококвалифицированные врачи республиканской больницы номер 3 готовы бороться с онкологическими заболеваниями. Передовые технологии здесь все чаще внедряют в медицинскую практику. Все преимущества нового отделения оценил мой коллега Камиль Девятов. Вот мы находимся с вами в отделении, где планируется проведение химиотерапии. Палата на два человека. Здесь также имеется тамбур, то есть коридорчик. Здесь при каждой палате есть санузел, а также душевые есть в нашем отделении. Поэтому здесь пациентам будет очень удобно, так как два человека всего будет лежать. Поэтому это дополнительный плюс, конечно. Дата открытия отделения палеоактивной помощи для онкобольных пока не называется. Но для будущих пациентов практически все подготовлено. Оборудование и дорогие медикаменты в клинику уже завезены. Единовременно здесь смогут получать помощь до 15 человек. Как известно, в Дагестане много пациентов, нуждающихся именно в онкологическом лечении, в химиотерапии, дневного стационара. Поэтому Минздрав пошел на такой шаг, что дали нам, в том числе и другим частным клиникам, и государственным иметь возможность принимать химиотерапевтических пациентов. Поэтому у нас созданы все условия, препараты необходимые имеются, и мы уже в ближайшее время, то есть на следующей неделе, готовы принять первых пациентов на химиотерапевтическое лечение. Обследовать пациентов будут высококвалифицированные специалисты. Помимо основного лечения, планируется проводить подготовку больных к химиотерапии. Учитывая то, насколько тяжелым испытанием является такое заболевание, для каждого пациента здесь будут проявлять индивидуальный подход к больным и делать все, чтобы помощь шла на пользу. Также в этом году будут организованы бригады выездные, то есть на дому мы сможем обслуживать палеоативных пациентов. Кто-то не хочет приезжать в больницу, кто-то хочет дома находиться, или после выписки нужно сопровождение, дополнительный уход, дополнительные перевязки. Вот это все будет возможно сделать уже на дому. То есть две выездные бригады будут обслуживать пациентов палеоативных на дому. Палеоативное отделение в клинике функционирует круглосуточно. Что касается отделения химиотерапии, то оно будет действовать первоначально только как дневной стационар. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Более 120 лифтов в многоквартирных домах Дагестана заменят в этом году. На сегодняшний день в жилфонде насчитывается почти полторы тысячи лифтов. Многие из них попросту отслужили свои нормативные сроки и вышли из строя. Поэтому в этом году было решено увеличить расходы на эти цели почти вдвое. По поручению руководства республики в бюджет Дагестана были заложены средства на эти цели в размере 100 миллионов рублей. По словам руководителя фонда капремонта Магомеда Алиева, такой темп позволит до 2025 года обновить парк лифтов и избавиться от всего устаревшего и вышедшего из строя оборудования. Это все новости к этому часу. Всего доброго и до встречи. Субтитры подогнал «Симон»!